Мы с утра вышли, обычный след заключаем в плане экономии. Всё вот занято тоже до сих пор. Для жителей Мервинска-18 такой потоп уже дело привычное. Ежегодно весной льёт с потолка уже без малого лет 10. Дому более 25 лет. Но кровлю капитально не чинили ни разу, говорят местные. У нас протекает в тамборе, протекает на лестничной площадке с крыши. На крыше вообще безобразие. Линьёвка забитая. ЖЭУ вообще не работает. Мы звоним постоянно и говорят, что все начальства знают, всё придут, сделают, никого нет. У меня вот в том году был такой вопрос, что у меня в зале, в общем, и во всех комнатах было вообще, там чернота была, угол чёрный. И в итоге, что пришлось обращаться в суд. А ещё с управляющей компанией здесь принято разговаривать только через суд. Именно так, заявляет Антонина Бражник, удалось вернуть деньги за испорченный свежий ремонт. Мы в этом доме живём 27 лет. И 27 лет мы страдаем от этого безобразия. Постоянно заливают, шахта развалена. Один раз горели, у нас был замоком электропроводки. И вот сейчас потоп, и мы сидим три дня без света в квартире. Впрочем, по словам главного инженера, обслуживающей организации ЖО-8, экспертизу крыши сделали ещё в 15-м году. И сейчас, по закону, жильцы должны сами настаивать на сокращение сроков капитального ремонта. Пока что он светит лишь в 32-м. Текущий ремонт мы производим, но состояние самой бетонной разуклонки, на которую первый слой уложен, она в отвратительном состоянии. Ну, сами поймите, 30 лет. Если мы возьмём строительные нормы, эффективная эксплуатация – 10 лет. То есть капремонтов минимум три должно было быть. А текущим ремонтом, ну, сами поймите, во-первых, объём не охватить. В ближайшее время в управляющей компании обещают провести собрание собственников, где выберут главного активиста, который и будет добиваться переноса сроков капитального ремонта крыши. А пока жильцам предлагают запастись терпением и чаще менять и выжимать тряпки. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».